всех приветствую меня зовут данил и вы находитесь на моем новом видео по игре омси 2 сегодня у нас на обзоре будет вот такой вот интересный экземпляр автобус пас 32051 который выпускался на павловском автобусном заводе с 1989 года по 2003 год конкретно эта модификация у нас 1990 года на самом деле реально интересный экземпляр потому что в омси 2 я еще не встречал автобусов пас 32051 были только версии 300 54 там 3053 и так далее и тому подобное но вот подписчик артем беляков поделился со мной данной модификации этого автобуса по ссылке в описании вы сможете перейти группу омси 2 garage project и там приобрести данный автобус и покататься на нем в принципе самому но сегодня я вам сделаю обзор и вы посмотрите что же вообще в этом автобусе у нас имеется но я думаю снаружи вы видели уже изменения как минимум тут у нас добавлены 7 рам форточек к сожалению ребят три из этих форточек у нас не работают на самом деле автобус легко отличить от того же 30054 по форточкам потому что как вы знаете в 30054 форточки имеется не на всех окнах а только на двух средних это вот это они же кстати тут и открываются а на остальное на остальных окнах которые имеются у нас здесь в начале и в конце форточек нема 30051 наоборот форточки имеются везде но к сожалению они не анимированы так же как и форточка который находится на этом окне она тоже у нас не анимирована ну а дальше форточки анимированные люки там все уже будет ребята у нас классно и хорошо раскраска этого автобуса очень интересно здесь много раскрасок по моему 27 есть желто-синяя такая красно-белая зелено-белая но они такие очень знаете подходят этому пазику придают ему атмосферу тех годов и смотрится очень даже классно так давайте наверное перейдем в салон этого автобуса так чем не открываются двери не понял давайте двери поставим таблички поедем по 38 маршруту находимся в городе на карте чистогорская область поедем город чистогорск от завода электрона до школы номер 40 такие колпачки здесь они несъемные но смотрятся и передают вид этому автобусу ну вот на старые версии автобуса ребят эти колпаки как раз самое то что могу сказать дальше давайте посмотрим тюнинг который здесь идет мете с автобусом его поставим колхозики здесь тоже имеются вот возьмем все у нас ребят классно ножик уберем не хочу его водительское место тоже преобразилась но к нему перейдем трошки дальше в салоне для пассажиров ребят смотрите благодаря такой обивочки на сиденье салон смотрится очень уютно но честно говоря я бы хотел прокатиться куда-нибудь в поселок или всего на таком автобусе с города вы смотрите как это все смотрится вот как-то по-своему по-доброму не знаю по старинному по доброму и вот тут так деревянно сделано это тоже придает атмосферу этому салону ребят реально хочется здесь кататься багажные полочки добавлены здесь тоже смотрится потолок как-то переделаны здесь вот реально уют созданный огнетушители вот у нас тут висят находится чтобы была какая-то пожаробезопасность но и здесь вот немножко уже изменился он водителя сейчас ему перейдем свет работает также давайте проверим работоспособность люков чтобы вдруг при аварии люки тоже на себя отработали но и для вентиляции конечно же тоже двери ребят безусловно тоже работают есть две автоматические двери не как в 3205 там где у нас одна автоматическая задняя ручная нет здесь все ребята можно сказать по-новому по современному так что здесь ну здесь ребят вместо водителя тоже благодаря такому кожу смотрится очень классно диски элемент тюнинг на такой интересной диске находится находится во многих автобусах кстати я замечал да не только в автобусах но в автобусах на лобовое стекло вешали именно диски такой вот элемент тюнинга имелся у водителей но и здесь он смотрится тоже скажем неплохо также видал еще тюнинг когда водителя здесь вот в краю окошек вставляют монеты и смотрится тоже прикольно интересно по-моему я в омсе даже когда-то такой тюнинг встречал так но так в принципе все по старенькому можем открыть окошко переработана немножко текстура я смотрю руля панельки но так панелька в основном осталась твоя то есть такая же которая была заведем наш с дмз загудела так что здесь здесь все по старому все по-своему типичная пазовская приборная панель где я думаю каждому на известно и что на ней можно сделать думаю тоже известно можем дворники проверить давайте помочим стекло наша все-все классно все работает ставим руль кожуха для тоже у нас откидывается и там у нас но бензиновый зам за я думаю вы слышите по звуку к этому тоже убираем ой говорим это убираемся и смотрим да тут все анимировано все как и нужно все как и треба так все да я думаю да закрываем о бля закрываем все наверно буду я ставить маршрут и будем отправляться по маршруту закрываем все так так вот наклейка abs у нас даже имеется получается даже так свет оптика оптика тоже работает смотрите там под нищим автобус по моему я читал имеется запасное колесо или что-то наподобие такого так здесь тоже все не мировано можем открыть именно такой функционал автобуса есть имеется за своим бутылочку потому что жаркую погоду а у нас жарко мы должны хоть как-то остуживать наш автобус так но все ставлю маршрут ребята поставил маршрут номер 38 на 20 с лишним минут вот мы едем от завода электрона и до школы номер 40 промежуточных остановок очень много я думаю вы это видите так давайте потихоньку поезжать к нашим пассажирам трогаемся с первой передачи но вообще можно они со второго все тут конечно можно трогаться со второй передачи базе к это делать нам позволяет так ну что заходите этот автобус он был предназначен для пригородных перевозок пассажиров так я смотрю не все у нас хотят заходить на ну тут надо по-особенному к вам подъехать но на городские маршрут эти автобусы тоже часто ставились да поэтому можно так сказать правильным с 9 15 почему то мне не работает информационная красная строка значит за временем будем наблюдать за и на этих часах ну это омси ребят постоянно что туда не работает так давайте мотнем время на 9 15 управления 9 14 поставим пускай все желающие к нам зайдут так заходят да вроде бы заходят но остальные не хотят идти ну ладно принципе ребят ладно посмотрим сколько пассажиров будет садиться к нам на промежуточных остановках а и здесь достаточно таки много по городу но и здесь пока мы будем ехать еще будем поворачивать нам от массы я катался же поэтому маршруту поэтому я знаю приблизительно на каких остановках можно останавливаться и знаю что куда нужно завернуть что и куда можно так скажем все отправимся по динамике данный пас хочу сказать что по динамике автобус тоже меня устраивает до 100 километров он разгонится но сами знаете крейсерская скорость этого автобуса будем стараться держать 80 там 70 дабы не перегревать мотор чтобы такой вот жаркие летние деньки у нас автобус работал гораздо дольше конечно будем сейчас тащиться за этим трафиком не особо я хочу здесь у нас сплошная обгон запрещен но в принципе опять же знаете как я лихачу я могу сейчас себе позволить пролететь по встречке ну ладно все-таки маршрут и так небольшой давайте будем хотя бы немножко соблюдать правила пдд да и до остановки тут не сильно ползти сейчас в этом сами убедитесь может кто-то на выход собрался обидно только сели а уже выходить четырехступенчатая механическая передача иногда в таких автобусах и 5 бывает иногда даже проверяю до когда-то мы все там или тестирую или играю но нет здесь четыре передачи все как нужно всего как и нужно 4 ступка так воню уже вижу ночью к остановочке это у нас поворот нам от массы и здесь мы заметно сейчас остановимся да да можно нейтралки подлететь так ну чё по тормозам не знаю abs это так для красоты наклеена ли реально сюда присобачили бс ну не знаю я начал как бы заранее тормозить в принципе он остановился так мат массы я так понял нам нужно повернуть ребят на мат массы до люди по всему да можно будет нам это сейчас сделать ну ладно погнали тогда ну уважаемые пассажиры здесь такая дорога смотрите какая здесь сейчас еще вас кочнет немного вот по пожалуйста на заметили ну да пазе конечно хорошо отрабатывает прям жестко слышно это мне на каком-то лайнере тут ехать с подвеской базе к все по жесткому так мат массы это деревня или поселок по моему поселок посмотрим ой давайте наверно объедем немного вот так вот резко попугаем наших пассажиров все вот эти остановки которые мы сейчас приезжаем они у нас будут в обратную сторону я вспомнил уже катался по этому маршруту тестировал так сказать перед видео дабы не заблудиться потому что как помните их прошлый раз я на лазе ехал заблудился не совсем классно это было так у нас что-то там мат массы посадка это нам нужно до конца доехать поселок потому что смотрите имеются у нас вот пятиэтажка или сколько тут раз два три четыре пять наверно пятиэтажка потому что на скорости не сильно успеваю прочитать но я так думаю что это все-таки у нас пятиэтажное здание имеется здесь так 53 здесь у нас останавливается и вон это понял остановка для нас потому что пошли пассажиры и там указано начинают а я не понял я чувствую этими дверьми ехал вот я конечно чудик ну и почему вы не ли не идете видим одна открытая дверь была заходите народ заходите в отлично повалил к нам пассажиры повалили вот эти смотрится этот пазик такой раскраски я говорю здесь такие вот зелено-белое есть есть красное бело есть желто-бело то не просто смотрятся на ура я хочу сказать эти пазики с такой раскраской не типичный роско-раско пазик или нетипичный белый там как раз вот такие вот реально классно смотрится пятерочка так делаем круговой разворот то есть движение по кругу я надеюсь вы поняли что я сказал и едем обратном направлении уже сейчас цепляем все остановки которые до этого мы с вами проезжали улица 50 лет победы я вас понял дорогие мои заходите заходите вообще я считаю хороший такой маршрут для любого пазика пассажиров пока достаточно как раз я думаю на вместимость нашего автобуса почему бы и нет все едем или ну колпаки передают реальный вид автобусы раскраска колпаки война красный проскочим ну ладно сказал не буду нарушать но красный уже с грешен с грешнем пусть как раз где-то по деревне такой пози катается классно мотор это под у нас тоже пазик именно 32 051 прошу заметить и по моему там не хватает таких вот раскрасок если было такие раскраски линии есть я уже не помню кому есть такие раскраски на 32 053 она 321 по моему нема ну ладно что у нас есть в омсе резко пришлось тормознуть пассажирам конечно не понравилось даже не знаю что мне понравилось действительно чего мне нравится так да что ж такое с дверьми запутался пассажиры надо тут печку бывает просят но я с них поражаюсь жара лето они печку хотят зачем вам печка ребята но жарко к печке для чего приезжайте ко мне в город тут 40 градусов жары вы не заходите печь по вообще никогда своей жизни так все да вроде бы все едем дальше нет я смотрю красная информационная строка по-прежнему отказывается работать ну ладно это омсе 2 почему-то здесь бывают такие проблемы пора бы уже привыкнуть и пора бы все это знать не сильно мы разгоняемся по-моему 10 на 3 передачи нормально ехать это вообще на нейтрал густе дать потому что остановки буквально через несколько метров от маска я целом от маска так заходите утреннее время сейчас в принципе я не знаю если мы с чистогорск или отсюда как раз людей на завод везли чтобы всем утра да наверное мы бил были бы пятком хотя посмотрите по салону мы еще нормально так идем неплохо я вам скажу неплохо для пазика это самое то сейчас мы как раз поедем в чистогорск и там я думаю будет пассажиров уже не так много потому что сейчас пик закончился хотя может я и ошибаюсь посмотрим как сейчас приедем там ребята это все и увидим так здесь я знаю тоже нужно останавливаться но опять же если кто-то захочет выйти пока никакой информации не поступало что хочет выйти ну или просто я это не заметил но мы давайте вот этой платформы остановимся так народ выходит нет не выходит хорошо значит мы едем с вами направо у нас находится чистогорск следующая остановка ресторан него этого это я запомнил на самом деле реально такой легенький маршрут легко запоминающийся не заблудишься особенности несколько раз проедешься поэтому маршрут ребята все-таки достойное внимание я думаю стоит на нем покататься в принципе можете кататься на любом маршруте который вам захочется ну и пози как я сказал уже тоже вписывается в этот маршрут здесь у нас как раз имеется такая дорожка до города чтобы проверить максимальную скорость такая тараса но в городе там уже сильно не погоняем потому что наверное большая часть может чуть меньше средней части маршрута у нас проходит именно по городу да так стрелочку я смотрю потихоньку мы положили за 80 дальше за руля к сожалению не видно но я думаю 100 мы с вами взяли да я думаю 100 есть у нас так ним потихоньку останавливаться потому что сейчас будет идти развилка здесь ресторан него остановка как ее назвал до этого дали стране с этой стороны мы не останавливаемся мы остановимся немножко дальше вот здесь вот тебе было уступить но да ладно мы принципе разъехались не задели друг друга не бортами ничем и колесами и зеркалами в принципе это хорошо вот наша остановка потом пассажиры идут значит все правильно ну и конечно сейчас не потребуют выходить я смотрю до выходят холодно дорогой но если тебе холодно одевайся в потеплее курточку там шапочку шубу какую-нибудь и выходи на остановку катайся если тебе холодно за лично мне жарко всем пассажирам холодно надо наверное погоду как то тут настроить чтобы нашим пассажирам было и не холодно и не жарко а так в принципе нормально так по идее следующая остановка я по памяти знаю загородные не знаю насколько мы сами там опережаем расписание опаздываем но я здесь катался несколько раз я знаете я не пережил расписание я и шел четко то есть там на одну-две минуты может максимум пережал а так вообще тютелька в тютельку и шел прям впритык приезжал но кстати было у меня был у меня и печальный опыт на этом маршруте в середине города почему-то вылетает данный маршрут пару раз у меня такое было не знаю надеюсь прямо сейчас на видео не выйдет потому что вот если выйдет но увы до конца мы с вами дальше не заедем но я конечно сделал все максимально возможно чтобы это произошло надеюсь этого не произойдет в принципе но ребят ручаться не могу это омся она работает как душе ей угодно поэтому может легко сейчас прям фрезануть и вылетит может вылететь там через пару минут но может вообще не запуститься поэтому это дело такое но пока все нормально мы едем и наслаждаемся нашим пазиком этими и зиловскими звуками у нас эти пазик реально динамичный ну и как он шатается на коечках конечно это стоит видеть здесь наверное в салоне весело будет прыгать потому что пазики жесткая подвеска так лесопарк по моему кто-то там хотел выйти по зеркалам по зеркалам все видно кто хочет выйти до зеркалам видно он гол голова кто-то вышел он хотел сказать головы но нет голова один человек со второй тоже трогается замечательный них проблем все мы с вами уже потихоньку ехали этот массивный город чистогорск сейчас у нас остальная часть маршрут как я сказал где-то серединка будет проходить уже самому городу так-то на т.п. нет т.п. нам не надо проезжаем авторы на будет идти там сейчас и дальше уже а а дальше я посмотрю то что я не сильно дальше помню помню там 2 ли в микрорайон или третий или второй микрорайон от уже начинаю потихоньку забывать какие у нас там остановки по названию идут ну не знаю если тормозить заранее в этом автобусе то основ не пролетишь по тормозам чтоб не прям бить прям в пол на и ожидать пока там абс если она конечно здесь реально существует же минут отрабатывала и будем просто имитировать это абс но это в принципе зимой лучше там имитировать часто у нас дорога не скользко дождя нема за что держать дистанцию чтобы не влететь ни в кого другого кто идет перед нами или нельзя так чтобы кто-то за нами влетел так здесь давайте мы перестроимся а газелька зараза тоже перестраивается трафик следить дай только нужно за этим трафиком глаз на глаз они как-то синхронно перестраиваются идет колонна например в этой в левой полосе из тех кто справа идут просто синхронно на и пофиг что трафик еще не уехал не в друг друга въезжают и ты ждешь пока не проедут или просто сквозь них едешь потому что ребят на это капец пока дождешься такой уже зеленый уже зеленый я заговорился анали так это второй микрорайон да это второй микрорайон отлично да то меня руль с рук улетел так ну ка ну ка чё по расписанию второй микрорайон 932 сейчас 928 ну на принципе 45 минут мы с вами опережаем неплохо я думаю если еще пару минут после в инстафории то будем идти прям тетелька в тетельку все следуем дальше ну и по городу тот пас тоже хорошо справляется в принципе в большинстве своем какие автобусы катались по городу перевозили людей именно по городским маршрутам не менее как и по пригородным так и конечно по городским автобусы туда и туда подходит где его только не эксплуатировали эти бедные пазики так дальше у нас сейчас будет по моему какой-то раз какая-то развилка что-то нам не заблудиться а мы прямо едем улица 50 лет октября едем прямо заскочили так я сразу сюда за газелькой перестроюсь что я поеду прямо так вы прямо едите никуда не поворачивайте потому что поворотов у вас я не вижу значит он его стоит чего ты стоишь кого ты там пропускаешь никого же не было или просто мы нифига ничего не увидели скажем так не ну не тупи у отлично перестраивайся перестраивайся так здесь красный на сюда быстренько уже сплошная ну ладно а и погнали на красный все равно минимум нарушений у меня сегодня сделал на вторая передача хруст присутствует когда трогаешься да и такой характерный тут передача все равно есть потому что звуки здесь тоже в этом автобусе изменены поменьше хорошую сторону так завод следующая остановка я вспомнил это местность он у нас по левой стороне похоже здание на завод на основе вот кстати именно в этой местности у меня вылетала ой ребят не знаю как сейчас будет еду так сказать на свой страх риск но надеюсь пронесет и мы проедем нормально вроде бы пока проезжаем если смотрю нечего остановились светофор да нет вроде никакого светофора фига вы встали туда что я не понимаю вас до завод отлично значит едем все-таки верным в правильном направлении мой опять я руль немножко потерял нам прямо на мигающую стилем потому что больше нарушений не хочу конечно свой адрес получить с пассажирами до завод еще один завод то у нас был это у нас завод зовут уже в самом городе так завода у нас еще идет так детский сад 1 2 2 стволочки еще в принципе нормально такой небольшой маршрут чистогорск сегодня прокатились пассажирам уже так тяжеловато на 2 ехать не знаете даже так нормально у нас пазик прям подошел по этому маршруту мы сами даже никого за бортом не оставили вроде бы все сели еще кто-то конечно может нам на кожух сесть пару таких человек довольно таки худых не тоже с нами проехаться потому что в эталонах в эталонах на движок рядом с тобой садятся на и в жизни я сидела лично там и в омсе 2 есть модельки где тут движки сидят ну а на пазик я не знаю разве что сесть и ноги задрать принципе будет неплохо жарко конечно движка скорее всего будет хотя у нас порточка здесь имеется если ее открыть от переть как-то лицо туда высунуть в принципе будет неплохо уже как-то обдувать будет хорошо тесно здесь пошли в газельки был бы на каком-то 15 метров автобусе я бы вошел сюда очень тяжело ну или какой-нибудь гармошки это вообще страшно мне нужно сюда гармошку пазик сюда вполне адекватно входит так 19 19 19 детский сад ты сказал 19 цифрами вспомнилась 19 резко не пойму причем здесь цифра 19 но видимо отчета когда она не вспомнилась все по идее как я смотрел по расписанию последняя остановка у нас как-то там называется вот детского сада ну и все маршрут у нас на этом заканчивается в принципе можем как обычно подводить итоги но ребят мне пазик понравился это тюнинг его такой виде дисков небольшой тоже классно смотрится атмосферу там в салоне у нас дать сам пазик вообще знаете такой стильный атмосферный еще перекрасы прям подходит ну респект респект этому пазику вот я реально удивлен сколько пазиков я уже увидел этот меня прям порадовал смотрите как классно смотрится учитывая что 3051 он всегда вообще не встречал здесь вот реально мне понравился так ой ой как жестко ой кто стоит вам наверно плохо да все конечно следующая у нас школа номер 40 так поворачиваем на вам утром поворачивать у нас я уже слышу знаете голоса такие детские ну правда лето и не знаю кто тут учится сейчас пускай кто-то тут и учится может быть я не знаю может какие-то двоечники или еще кто-то сервера то прибыли выходите пассажиры уже прям столпились вход покинуть наш пазик но мы их повозили сегодня довольно таки жесткая хочу сказать но лично мне пазик понравился я бы на нем с удовольствием бы сейчас куда-нибудь махнул не знаю на шашлыки на озеро такую же руина на этом пазе ребят согласитесь очень даже клёво давайте мы где-нибудь сейчас над стойничек встанем здесь настолько и большой круг для разворот автобусов наверно даже назад сейчас припаркуемся задние назад не тоже имеется характерных рост расписание вылезла все нормально так давайте я можно было по хардкорному через зеркала поехать ну ладно мы сделаем это с вами вот так все прибыли отлично можем глушить ветер и отдыхать вот ребята такой рейс у нас получился я думаю вам и автобус и рейс все это понравилось еще раз осмотрим этот уютный салон чтобы пассажиры никак ничем не загрязнили не залапали но ничего не оставили в плане своих вещей там или еще чего то все отлично вы ребята обязательно ставьте видео лайк подписывайтесь на канал но и делитесь видео с друзьями чтобы в дальнейшем не пропускать новые видеоролики нажимайте на колокольчик но меня зовут и данил большое спасибо за просмотр до новых встреч до новых видео всем пока пока до новых встреч